Арсен Делакян Тем, что человек не осознает, используется миллион, множество инструментов. Но именно они позволяют потом набить ваши сумки неосознанно и вынести из магазина то, что вам не нужно. И задержать его в магазине как можно дольше. Работает правило, чем больше в магазине, тем больше покупаешь. За это время мы успеваем воздействовать на человека, маркетологи, в десятки раз. Как вы думаете, зачем в крупных супермаркетах периодически меняют местами товары? Думаете, случайно раз в полгода бакалей переезжает на место хвост товаров, а молоко оказывается на месте овощей? Маркетологи уверены, если вы не знаете, где что лежит на полках, выручка обязательно растет. Маркетолог Арсен Делакян, как бы прогуливаясь по супермаркету, внимательно следит за происходящим. Раньше, но я не могу не съесть. Я не могу не съесть эти прекрасные вещи, на мой взгляд. Через 40 минут у Прохора набралась уже полная тележка. Раскрываем карты, рассказываем Прохору и Анне, что за их действиями наблюдал профессиональный маркетолог. Здравствуйте. О, здравствуйте. Покупаем вас. Приветствуем вас. Сколько всего накупили. Посмотрите. С вами наблюдали. Что-то очень много. Вчера нам говорили, что хотите купить йогурты, бананы и капусту. Давайте посмотрим, что получилось у нас с вами в итоге. Ну, бананы у меня точно есть. Первая ошибка Прохора. У Прохора есть одна его индивидуальная черта покупки. В связи с значительным ростом Прохор не смотрит на зону все, что ниже, ну, как любой человек, ниже его уровня глаз, да? Но в связи с его высоким ростом он своему свойственно брается с верхних полок. Есть интересные нюансы. Высокие люди по статистике, как правило, больше зарабатывают. Это, конечно, совпадение с тем, что обычно самые дорогие продукты тоже лежат наверху. Признаться, Прохор особо не смотрит на цену. Он берет первое предложение, которое есть. Объясняет себе по-разному. То ли он это любит, то ли он к этому привык. Полезно. Но, вероятно, просто лень ковыряться дальше. Вторая. Он шел не туда и не с тем. Однозначно Прохор повел себя так, как ведут большинство в этом магазине. Совершил маршрут, самый естественный, который был запланирован для всех посетителей. Обошел его полностью именно по той траектории, которая должна была. И была предусмотрена. Во-вторых, он заполнял тележку с целью, чтобы она была полной. Да, например, вот эти. Если вам нужно купить небольшое количество продуктов, лучше всегда брать корзинку. Тогда вы не накупите лишнего. Я признаюсь честно, я очень редко хожу по магазинам. Если уж я прихожу в магазин, я беру вот телегу, и то это маленькая тележка. Есть магазины, где прям вот огромная телега. Вот. И когда она полная, вот чувство полного удовлетворения, что не зря потратил время. Анна потратила денег значительно меньше. Она всегда знала, куда идти и держала список продуктов в голове. Но и ее не миновала ловушка. Касса – самая опасная зона для спонтанных покупок. Вот это я взяла точно, потому что на кассе мне сказали, что вам надо попробовать. Я решила помочь продавщице и взяла. Помимо того, что можно ходить со списком, есть еще несколько секретов, как сэкономить.